Да, нам можно туда дороги, дверь до 20 часов, там открытая, каждый день. А они сегодня работают? Да, они работают круглосуточно. Девочки, мальчики, здравствуйте. Здравствуйте. А кому можно? Биспетчерская нам нужна, аварийная служба. Кому можно пройти? Нам электрик нужен. Да, желательно. Здравствуйте. 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 Вам надо надо? У нас к вам обращение, мы хотим разобраться. А мне не надо никакого обращения. У нас к вам претензии нет. Я диспетчер. Я сегодня никого не посылала, никаких отключений я не производила. Я больше вам ничего не скажу. Совершенно ничего не скажу. Я понял. У нас к вам претензий нет. Нам надо понять. А что даже стоишь? Почему вчера? Давай, пожалуйста. Приветствуй. Всем привет. Мы сейчас находимся у Романа, дело в том, что у него проблемы с коммунальной компанией, здесь у нас обслуживает ГБУ жилищник, правильно? Скажи, что они сделали? В общем, они незаконно сделали отключение электричества. Прямо в квартире? На личной клетке. В квартиру никто не заходил, никаких актов из суда. Я имею в виду, именно у вас в квартире нет? То есть не везде в подъезде, а именно у вас? Именно у нас, да. И ты думаешь именно, что это ГБУ жилищник? Да, произошло это из-за того, что вчера брат мой ходил для суда, делал записи видео-аудио. А для суда? Для какого? Мы на них в суд подаём. А, из-за этого? Нет, не только из-за этого. Из-за чего? Из-за того, что наши бумаги теряют, чеки, что мы оплачиваем. Смотри, правильно я понимаю, у вас с ними уже давно контры? Ну, недавно появились. Вот где-то в восемнадцатом в конце году они нам прислали, что мы должны. Вот. Брат сразу пошёл. Разбираться. Ну, как там правильно называется? Претензию. Претензию, да. Что мы ничего не должны, чеки он всё предоставил. Хорошо, вот смотри, просто как я понимаю, да. То есть где-то в конце восемнадцатого года начались проблемы с коммунальной компанией, ГБУ жилищник. Да. Они стали предъявлять те счёты, которые якобы уже были оплачены, но они думают, что они не оплачены. Да. Вы им доказывали, что это оплачено, а они всё равно упираются, что не оплачено. Ещё мы вот в конце года ещё новые счётчики специально поставили. Вот. На электричество или? На вот. Вот именно с электричеством это сейчас отдельная тема, я тебе расскажу. Проблема состояла, мы новые счётчики поставили, им документы подали, они эти документы потеряли. Мы пошли в МФЦ, сказали, вот им подали в МФЦ, что в МФЦ уже передало в ГБУ жилищник, потому что они теряли. Мы опять подали в ГБУ жилищник, они их опять где-то посеяли, вот. И потом уже с требованием в МФЦ сказали, что так и так, ребят. И уже в МФЦ нам сделали какую-то там бумагу, вот, и уже квитки с новыми данными счётчика. Но проблема в том, квитки всё равно приходят с ошибками, приходится перерасчитывать. Они всё равно перерасчитывают? Они всё время насчитывают. Они всё время ищут разные способы, разные предлоги, лишь бы побольше насчитать, пока вы не будете разбираться с ними. Это уже по опыту. У вас есть юрист, который вам помогает. Он давит вам какие-то советы, помогает, претензии составляет, риски, правильно? Всё верно. И он вам какие-то дал ЦУ, чтобы вы пошли, уточнили и зафиксировали, правильно? Да, и вы им переадресовывали эти вопросы. И что они? Они отмазывались, вот. И один раз мы претензии тоже писали, от руки подписал. Вот. И они вообще тупую какую-то бумагу там написали. Я это юрист показал. Юрист говорит, и они всё, сели, короче. Я понял. То есть они на претензии ответили всякую ерунду. И ты думаешь, после этого вот они, когда начались вот эти вот разборки, да, они как-то пришли отомстить? По телефону, когда вот мои заходили, брат, знакомая, он как раз с Мосэнерго общался. Там есть такие фразочки, что Мосэнерго, там они что-то с ответом, вот. Но это вообще две разные компании, у нас два разных квитка. В одну компанию мы одно платим, в другую – в другое. Они разделённые. И как бы не может быть такого, что и Мосэнерго не знает, что нас отключили. Это понятно. То есть Мосэнерго – это другая компания, на которую повлиял, по всей видимости, ГБУ жилищник. И Мосэнерго подчинились и начали придуряться. Да. Придуряние было Мосэнерго в том, что они вас обвиняли в том, что у вас какой-то долг есть. Да, вот, кстати, сегодня брату звонили, сообщение осталось на телефоне. Ну, там, запись есть, вот. Они, типа, говорят, что у вас есть задолженность. Но он тупо не взял, это голосовое сообщение, там, типа, оставьте ответчик. Вот. А потом мы им перезвонили с тётушкой, вот, тётушка у них спрашивает. Реально задолженно? Они говорят, нет. Мы говорим, а у нас, мы весь света сидим. Они говорят, а как так? Они не знают. Когда вы звонили? Сегодня, вчера? Сегодня звонили. И вчера весь день им звонили. И всё равно они не подключают? Не, не подключают. Аварийку? Они, кстати, до этого совсем другое говорили. Аварийку вызывали? Приезжала аварийка? Аварийка приезжала, они руками помахали, кому-то позвонили. Мне как тётушка сказал, они сказали, в ГБУ жилищник звонили почему-то. Или им потом перезвонили. И сказали, типа, их не подключать. А всё это ещё больше усиливается, потому что, в принципе, все эти споры с ГБУ жилищником, они у вас, ну, как правомерные. Потому что вы всё платили, правильно? Просто возник спор из-за того, что они какие-то документы потеряли. Они. Они, кстати, вообще, ну, брат им спрашивают, что за дела, что за счета такие. Они говорят, мы переезжали, и мы базу потеряли. Это вообще просто финиш. Поэтому вы виноваты. Да. Поэтому вы, сука, будете без света. Да, да, да. Логика, молодцы. Замечательно. Вот что они базу потеряли, это вообще, блядь. Мы обязательно сходим туда, в ЖБУ жилищник. Мы поговорим вот с этими людьми, это обязательно. Сейчас мы хотим просто зафиксировать, что действительно у тебя света дома нет. Как вы без света там существуете. Ну, и всё, наверное. Ну, да. Ещё можно позвонить. Попробуем позвонить, да. Позвоним в аварийку, посмотрим, как они реагируют. Просто посмотрим. Приедут они вообще не приедут? Вчера ещё я вызывал полицию, вот, а я на камеру приезжать. Приехал какой-то опер, начал хомиться. Я телефон достал, я ещё на камеру достал и заснял, как он себя неплохо навёл. Сейчас мы открыли, короче, этот, как его, счётчик. Вот этот. Щитовую. Щитовую, да. Посмотрите, вот там рубильнички есть. Давайте я покажу. Я могу. Вот они. Вот они. Вот это наш. Ага. Левый. Провод внизу должен быть. Его нету. А что за провод? А-а-а. Я понял, вот у другого счётчика есть. Вынизили или опредали. Непонятно вообще. Да, вот у соседнего счётчика у правого есть. Он вниз идет такой изолированный. А у вас нет? Ага. Ну да. Ну да. Просто провод вырвали ещё. Где лофта? Я так думаю, можно его вернуть, наверное. Ну да, если законно, то можно. Мне кажется, мне в принципе кажется, если они незаконно. Да, они незаконны. Во-первых, ты позвонил в Мостэнерго, да? А у тебя нет долгов? Нет долгов. Есть какое-нибудь письменное представление, что тебе отличается? Нет, вообще ничего нету. Ни судеба, ни граждан. Значит, это незаконно, это просто какие-то гопники, лохи, я не знаю, кто просто вырвали у тебя этот провод и всё. Пока что подозреваем ГБУ жилищник, будем разбираться. Но, если это я вырву, ты тоже не будешь подключать? Ну, тут проблема в том, что нас тогда электрики должны подключить, а вот они не подключают. А, они ещё и отказываются. Да. О, ничего себе у тебя романтика. Да. Ну, щёчек выключен, там КБ. Сейчас, подожди, фонарик где-то? А, ну, фонарик есть, Настя. Заходи. Настя, есть фонарик. Вот, то есть все пробки включены. А, ну вот, вот, именно это надо было. Щёчек электрически, там лампочки не мигают, то есть. Всё. Вот, все-все рубильники включены. Ну, и здесь, Настя, давай сейчас попробую включить. Вот, она не работает. Вот, лампочка, собственно. Сейчас вот. Разморозилось он вообще или нет? Ну, он разморозил. Видит, как бы. Ну, вот, люди начали варить уже, конечно. Вот. По идее, по идее тебе вот сразу, а юрист, наверное, тоже тебе сказал, да, что все связанные с этим, все убытки, это надо фиксировать. И они обязаны это всё компенсировать. Конечно. Всё зафиксировали. Сейчас осталось позвонить. Сейчас позвоним в аварийку, пригласим их. Если хватит времени, то подождём. Зафиксируем, что они сделали, что они не сделали, и всё. Давай, звони тогда. Единый диспетчерский центр. Ольга, здравствуйте. Да, Ольга, здравствуйте. Наш адрес? Седьмой университетчиков, дом Семьков. Уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос, почему у нас нет света? Просто у нас такое, смотрите, дело, у нас опасная ситуация. Мы уже несколько дней без электричества. У нас пенсионер, у нас инвалид в квартире, у нас дети в грудничке в квартире, и всё без электричества. И никто нам не может помочь. Мы вызывали уже и диспетчерскую. Минуту, пожалуйста. Вчера была бы составлена заявка. Вот. А вы говорите, не было заявок. Это как? Да, да. Я просто к тому, чтобы вы понимали, что мы... По подъезду, я уточняла по подъезду. Была заявка от вашей квартиры. Вчера. Да. Мы уже тут все нервничаем, переживаем. Нам никто электричество не включил. В МОСЭНЕРГО звонили, сказали, не отключали. Информация, что вам необходимо обратиться в юридический отдел вашей управляющей компании. Причём здесь юридический отдел? Смотрите. Он консультирован. Мы сами поймём. Мы это поняли уже. Мы пойдём с ними консультироваться. Все счета оплачены, во-первых. Девушка. Это будет вопрос. Решаться будем. Мы будем его решать обязательно. Но вы поймите, вы сейчас, вот именно вы, поддерживаете незаконное отключение электричества в нашей квартире. У нас опасная ситуация. У нас инвалиды, у нас больные пенсионеры и дети. Матушка больная. И вы в этом сейчас участвуете. Нам незаконно... Вам отключили за неуплату, да? Нет. По идее была такая фраза от кого-то, что действительно неуплата. Но у нас всё уплачено, у нас есть все квитанции, все платежи, у нас всё есть. Мы можем подтвердить. И это нужно разбираться в суде. И отключать электричество можно только по судебному решению, а не просто так. А никто с нами не судился, никто с нами не разбирался. Понимаете? Это было всё очень неожиданно. Поэтому мы требуем, придите сначала, включите свет, а потом уже будем разбираться. Это единый диспетчерский центр. Мы можем составить заявку, что у вас нет электричества. В парке проживает пожилой человек. И пожилой, и инвалиды, и дети груднички проживают. И куча проблем уже от этого всего. Я понял. Давайте тогда мы подождем сейчас аварийную службу. Сколько ей ехать? Я сейчас заявку составлю. Если вас ранее консультировали уже, что вам необходимо обращаться в управляющую компанию, то обращаться нужно в юридический отдел вашей управляющей компании. Я понял. То есть вас такой ответ устраивает, и всё, и вы не будете вызывать диспетчерскую. Я сейчас заявку составлю повторную. Набираем МОСЭнерго. Здравствуйте. Благодарю вас за возвращение в МОСЭнерго сбыт. Здравствуйте, Татьяна. У нас просто вопрос по энергии. Нам электроэнергию отключили. Хотел бы спросить, причастны вы к этому или нет? Лицевый счет, пожалуйста. На 1 мая сумма долга 3369 рублей 52 копейки. На сегодняшний баланс подсчет составляет сумму к оплате 40 копеек. У нас к вам претензий нет. Планового ограничения отсутствует электроэнергии. Если вы оказались в такой ситуации, в данном случае, скажите, пожалуйста, управляющей компанией. Алло. Диспетчерский центр. Любовь, здравствуйте. Назовите, пожалуйста, ваш адрес. Здравствуйте. А у нас не адрес. У нас уже заявка оформлена. Нам просто узнать статус нашей заявки. Юная диспетчерская. Это наши текстильщики? Или что? Юная диспетчерская находится на улице Юных Леницев. Тома 18, корпус 1. Юных Леницев. Юных Леницев. Сейчас, подождите. Юных Леницев. Дом. Да, 18, корпус 1. Всё, я понял. То есть, если у нас есть проблемы сейчас, то мы должны туда сходить, правильно? Да, вам можно туда дойти 2 до 20 часов, там открытая каждая. А они сегодня работают? Они работают круглосуточно. До 22. Я понял. Ну, по выходу работают только два специалиста. Дежурный электрик и дежурный сантехник. Замечательно. Значит, сегодня дежурный электрик там есть. Всё, я понял. То есть, сейчас по телефону вы нам ничем помочь не можете. То есть, вам нужно отправлять данные дежурному электрику, правильно? Да. Я отправила вашу занятку снова в работе. Указала, что вы обращались после нервной должности. У вас по электричеству нет? Мы сейчас пришли, значит, отдел диспетчерской службы номер 2. Это Юных Леницев, 18, корпус 1. Это именно здесь диспетчерская служба, аварийка, именно по этому району, где как раз у Романа проблемы. Да. Ты ещё расскажи, почему мы сюда приехали, а потому что... Приехали, да. Не хочет диспетчер, не хочет человек, дежурный электрик приезжать и подключать электричество. Поэтому приехали сюда спросить, почему, собственно, не хотят. и кого нам винить, где нам искать правду. За углом первого подъезда. За углом первого подъезда. Хотя бы тут открыто. Да, да. Заходим? Заходим. Девочки, мальчики, здравствуйте. Здравствуйте. А кому можно диспетчерская, нам нужен аварийная служба? А кому можно прийти. А кому можно прийти? Нам электрик нужен? Да. Желательно. Здравствуйте. 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 Вам как зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Вам наряно, нет? мы только что спросили у девушки мы уже целый день со вчера сидим без электричества и сегодня с ним без электричества что нибудь прикреплены? седьмая вещь, что в долгой копте четыре коптейки ляпнулась? чек с собой обоплати это я заранее оплатил раньше чем нужно вчера я приезжал в электрик и сказал, что все нормально мне сказали не подключать я понял, скажите нам, САП, какой у нас сейчас? если вы оплатили, у вас нет долгов по электричеству у нас нет долгов вы сейчас не хотите к нам включать электричество? я не имею права я понял, есть какой-то документ? потому что вас отключили, у меня его не отключили а кто отключил? отключили? инженерная служба вам все объяснит отключил нас кто? скажите, кто отключил? по указанию кого по указанию? скажите, по какому указанию? не, ну вы скажите, у вас с бумаги подойдите я всего лишь на все я понял, я понял вы идите в его отдел, седьмая, шесть, девятнадцать все все, что я могу сказать просто по поводу того, что отключать в счетчике электричество может только ваш электрик, правильно? наверное нам сказали, здесь сейчас у нас электрика я такого задания не получал то есть, бумаг нет вы говорите, что это они отключили ГГУ жилищник но ваши электрики это не делали подождите, что я вам говорила? вы только что думаете, что вам надо делать ничего я вам не говорила я сказал вам, идите в юридический отдел а почему нам туда надо идти? зачем нам туда идти? у нас электричество, у нас не вода давайте так, примите у нас обращение я не имею права принимать обращение обращение у нас принимается центральной службы единый диспетчерский центр они передают вам информацию значит инженерную службу нашу я ничего не знаю, у меня такой заявки не было я не могу с вами разговаривать мы сейчас только что можем перед вами позвонить сюда вообще нам указано, никого не пускать при чем здесь никого не пускать? потому что у нас здесь ответственность, ключи, арендаторы вы чего? вы не заходите сюда, у нас два замка если вы предоставляете если вы предоставляете давайте я вас провожу ребятки давайте попробуйте мне достаточно будет, чтобы вы просто прикоснулись с журналистом и все ну я журналист а я не прикасаюсь, я прошу вас нет, я не буду, по просьбе не буду у нас к вам обращение, мы хотим разобраться а мне не надо никакого обращения у нас к вам претензий нет я диспетчер я сегодня никого не посылала никаких отключений я не производила я больше вам ничего не скажу совершенно ничего не скажу я понял, у нас к вам претензий нет нам надо понять почему вчера что вы сделал у нас все какое-то